Всем привет! С вами Александр Иванов и проект Химия Просто. И сегодня мы приведем в жизнь старый мем с башорга – протопление урановых ломов в ртути. Видео про уран у нас уже было, и если вы его не видели, то обязательно посмотрите. Такого вам больше никто нигде не покажет. Итак, у нас есть ртуть. Все мы ее много раз видели в своей жизни в ртутных градусниках. Ее мы наливаем в импровизированный бассейн. Ртуть вообще невозможно поделать чем-либо другим. Доказательством того, что это именно ртуть, является то, что она не смачивает стекло. Если бы это был галлий или его сплавы, то они бы смачивали стекло. Вот здесь это прекрасно видно. Подробнее про галлий мы расскажем в отдельном видео. Вернемся к ртути. Ее плотность при 20 градусах Цельсия составляет 13,5 граммов на сантиметр кубический. Если в нее бросить гайку из нержавеющей стали, то она будет плавать на поверхности. К слову, нержавеющая сталь – это, как правило, сплав железа с хромом. В зависимости от марки нержавеющей стали, в ней содержится от 12 до 20% хрома. Но нержавеющие стали бывают и других составов. Например, хромникелевые или с добавлением титана, необия и так далее. Теперь бросим в ртуть металлические шарики из шарикоподшипниковой стали. Она состоит в основном из железа и различных добавок. Как видно, они прекрасно плавают на поверхности ртути. Да и магнитятся они прекрасно. А вот сама ртуть не магнитится. Ну а теперь давайте проверим, как будет плавать урановый лом в ртути. Вот так выглядит металлический уран, покрытый оксидной пленкой. Подобную болванку мы пилили в видео про уран. Чтобы убедиться, что это действительно уран, поднесем к нему счетчик Гейгера. Характерный звук говорит нам о том, что данный брусок радиоактивен. Момент истины. Погружаем уран в ртуть. Как видно, уран прекрасно тонет в ртути, так как плотность урана 19 граммов на сантиметр кубический. Это больше, чем плотность ртути. Так что в ртутных морях плоты из урана утонут. А вот если человек захочет искупаться в ртутном море, то утонуть у него не получится. С вами даже ничего не случится, если вы выпьете ртути. Она не усваивается организмом. Один палец, одна ртуть. По часам меня можно узнать. О, прикольно, слушайте. Слушайте, реально прикольно. Нет, понятно, что да, купание в ртути, это забавно. Руками трогать ртуть абсолютно безопасно. Ну, либо у меня скоро отвалится палец, и мы все об этом узнаем. Самое опасное – это пары ртути. Вот ими дышать ни в коем случае не рекомендуется. Кстати, на видео прекрасно видно, что оксиды урана отвалились от уранового бруска, и теперь, прилипнув к стеклу, плавают в ртути. Такую ртуть надо отфильтровать. Но это мы покажем в видео про ртуть. Тут же шарики. Я сразу очищусь. Также, если зачищенный урановый брусок оставить в ртути, то постепенно образуются интерметалиды уран-гидраргиум-2, уран-гидраргиум-3 и уран-гидраргиум-4. Это видно из диаграммы состояния системы уран-ртуть. По оси Y отмечена температура. У нас в комнате примерно 25 градусов по Цельсию. Поэтому двигаться будем по этой линии горизонтально. По оси X отмечено содержание ртути. Крайняя правая точка соответствует стопроцентному содержанию ртути. Так как в данном случае реакция сплавообразования – это гетерогенный процесс, то есть проходит на границе двух фаз – жидкой и твердой. То рассматривать сплавообразование урана с ртутью надо справа налево. Уран будет постепенно, медленно растворяться и его содержание в жидкой фазе будет увеличиваться. А на этом все. Если ты до этого никогда не видел, как топят урановый лом в ртути, то подписывайся, ставь палец вверх, обязательно покажи это видео друзьям и не забывай поддерживать проект. Пока!